ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шен, да будет благословенное имя Господне! Добро пожаловать на передачу «Узнавай еврейского Иисуса!» Я благодарен всем нашим партнерам, Синтия. Сегодня мы будем говорить о том, к чему люди часто относятся поверхностно. Я говорю о концепции страха Господнего. Писание учит нас, что начало мудрости – страх Господень. Мы знаем, что мы призваны к любви, но для того, чтобы любить, должны быть границы. Иначе говоря, для того, чтобы мы любили Бога и Он благословлял нас, мы должны бояться Его. Мы не ходим в страхе, но мы должны уважать тот факт, что Он Бог. Мы должны относиться к Нему с таким уровнем почтения. Ты согласна? Да. Но мне кажется, что в современной культуре этот аспект хождения с Богом иногда упускают. Да, мы живем в обществе, в котором не уважают власть так, как уважали в нашем детстве. Это приводит к тому, что мы перестаем бояться Ее, а Бог – это высшая власть. И если мы не будем бояться Его власти, то мы не сможем пережить полноту Его присутствия, Его сущности, Его истины. Вот почему сегодня мы обращаемся к Господу, чтобы получить полноту Божью через понимание и принятие Божьей власти и страха Божьего, который есть начало мудрости. Это третий выпуск второго сезона цикла по 102-му псалму. 102-й псалом – это один из самых сильных псалмов в Слове Божьем. Давид начинает псалом со слов «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». Давид ходил в хвале. Мы можем лишь представить себе тот уровень победы, силы и радости, который приходит, когда мы живем в такой атмосфере. Бог призывает нас жить в хвале и поклонении Ему. А для того, чтобы войти в эту атмосферу, нам нужно сделать выбор. Давид показывает нам в 102-м псалме, как сделать это. Он показывает нам это, фокусируясь на всех преимуществах, которые Хошем, Бог-Отец, принес в его жизнь. Он начинает перечислять их одно за другим. Некоторые из вас могут знать старую песню «Считай свои благословения одно за другим. Все то чудесное, что сделал Бог». Когда люди фокусируются на том хорошем, что для них сделал Бог, и перестают жалеть себя, то их отношение меняется. Важно, чтобы мы с вами уделили время тому, чтобы рассмотреть себя и искоренили из своей души всякую горечь, всякие жалобы, всякий дух испорченности, которого быть не должно. По правде говоря, мы с вами не можем сделать ничего для того, чтобы ожить. Бог дал нам эту жизнь, и мы должны благодарить Его за это. Мы должны просыпаться каждое утро с отношением благодарности за это. В иудаизме практикуют ранние подъемы, чтобы поблагодарить Хошема, Бога, за то, что Он дал жизнь нашему телу. Мы должны жить с таким же отношением. И когда мы просыпаемся утром, то должны осознавать, что каждый день это дар. Я хочу помочь вам понять все те дары, которые Бог дал нам. Я хочу вкратце вспомнить все те вещи, на которых мы фокусировались в прошлых выпусках, а затем пойти дальше. Давайте вернемся к самому началу. Я быстро пройдусь по этим вещам, потому что многие смотрели этот цикл. Давид начинает со слов «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». После этого Давид начинает перечислять их. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твое, «Обновляется, подобно орлу, юность Твоя». После этого Давид продолжает говоря «Как отец милует сынов». Давид прославляет Бога за то, что он милостив. Бог понимает, что мы всего лишь пыль. В 13 стихе сказано «Как отец милует сынов, так милует Господь». Его он знает состав наш, помнит, что мы персть. Сегодня мы продолжим рассматривать 17 стих. «Несмотря на то, что мы лишь пыль, что все постоянно меняется, и когда человек умирает, о нем забывают, во всех эрах, во всех поколениях, с незапамятных времен Бог всегда был и есть Богом любви и доброты. «Милы же Господни от века и до века к боящимся Его». Хочу сконцентрироваться на концепции того, как милость, любовь и доброта Господа сходят на тех, кто боится Его. В некоторых переводах сказано «почитают Его». К сожалению, сегодня в учениях мы редко слышим о концепции страха Господнего. Мы убрали Его. Сегодня многие проповедники учат, что Бог не желает, чтобы мы боялись Его. Он просто хочет, чтобы мы почитали Его. Я согласен, мы должны почитать Его. Но, возлюбленные, есть нечто чистое в страхе Господнем. Слово Господа говорит, что страх Господень чист и обращает душу. Страх Господень спасает нас от греха. И вот почему раньше, когда отцам разрешали в любви наказывать своих детей розгой, дети думали дважды, прежде чем сделать что-то плохое. Они знали, что если сделают это, то их ждет розга. Они боялись розги, и страх розги держал их подальше от неприятностей. Это позволяло им идти по узкому пути к жизни. Безусловно, многие из вас знают, что книга притчи начинается со слов «Начало мудрости – страх Господень». Давайте не списывать со счетов страх Господень. Когда вы осознаете, что вы однажды встретитесь лицом к лицу с вечным Богом, у которого нет начала и конца, он не просто создал реальность, он и есть реальность. Вы предстанете перед Ним. У Него нет пределов и границ. Вы предстанете перед бесконечным Богом. Поверьте, когда вы это осознаете, вот тогда-то вы поймете, что значит иметь страх Господень. Но Бог выравнивает это, позволяя нам получить не только благо от страха Господнего, но и открывая свое сострадание и свою природу милости. Когда мы боимся Его и занимаем правильное положение перед Ним, Он приходит к нам и высвобождает свою любовь и милость для нас. Я по своей жизни знаю, что меня могут узнать лишь люди, которым я доверяю, и которые не будут неправильно использовать наши отношения. Если я столкнусь с людьми, которые не уважают меня, не уважают границы, я не смогу приблизиться к ним так, как к тем людям, которые уважают меня. Это здоровый страх. Это здоровый страх перед выходом из границ. Я могу доверять им, могу быть настоящим с ними, могу делиться собой с ними, зная, что они не потеряют уважение ко мне, не потеряют благочестивый страх перед выходом из границ. Они будут любить меня и не будут использовать наши отношения неправильно. Точно так же и с Господом. Если мы смотрим на Него, как на нечто обычное, мы выходим из границ. Я спрашиваю у людей, «Что вы думаете об Иисусе?» Они отвечают, «Он хороший чувак». Нет, Он больше, чем хороший чувак. Он альфа и омега, начало и конец всего. Из Его глаз выходит огонь, а из Его рта обоюдоострый меч. У нас должен быть страх Господень, возлюбленные, потому что это требование для принятия полноты Божьей любви, которая изливается в нашу жизнь. Во всем этом есть баланс. Есть различные элементы, которые связаны с этими отношениями, но все эти элементы должны быть на месте. У детей должен быть здоровый страх перед родителями, ведь когда у ребенка есть здоровый страх, он боится того, что ждет его, если он сделает что-то плохое. Когда у них есть здоровый страх перед родителями, родители могут в полноте проявлять любовь к своим детям, благословлять их, давать им, укреплять их. С другой стороны, если ребенок не боится родителей, не уважает их, огрызается, и даже ругается на своих родителей матом, то о каких отношениях может идти речь? Я хочу, чтобы вы поняли. Не оставляйте страх Господень. Это начало мудрости и начало наших отношений с Богом. Да, мы приходим к любви Божией, но перед тем, как прийти к любви Божией, мы должны быть обличены во грехе. Мы должны понять, что без Божьей любви мы попадем в ад. Возлюбленные, здесь есть невероятный баланс. Это как динамит, у которого много разных граней. Давид говорит так, «Мило же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов их». У меня есть радостные новости для вас сегодня. Сегодня еврейский праздник, который отмечал сам Иисус. Сегодня первый вечер Хануки. Ханука переводится как «посвящение». В Евангелии от Иоанна. В 10 главе, 22 стихе, мы читаем такие слова «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления или посвящения». Это Ханука. И ходил Иисус в храме. Ханука – это праздник, который праздновал Иисус. И раз его праздновал сам Иисус, то и мы будем праздновать его. Субтитры создавал DimaTorzok Это слова Давида. «Милы же Господни от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов». Мне нравится эта концепция. Когда мы ходим с Богом, мы можем доверять Ему в том, что Он благословит наших детей. Когда Господь открылся Моисею, то сказал, что Он любящий, милостивый и добрый. Господь сказал, что Он являет Свою милость тысячам до третьего и четвертого колена. То есть, когда мы ходим перед Господом, будучи полностью открытыми Ему, живя для Него, Он верен и будет особенным образом работать в жизнях наших детей. Вплоть до третьего и четвертого поколения. Я хочу, чтобы вы доверились Господу в том, что Он будет работать в жизнях ваших детей. «Отче, я благословляю детей во имя Твое. Я говорю о тех, кто любит тебя и живет для тебя, угождая тебе своим выбором». В 18 стихе говорится о том, как Он являет Свою милость. В 18 стихе сказано «хранящих завет Его». А что такое Его завет? Во времена Давида речь шла о Торе, завете Моисея. В завете Моисея было много законов о пище, субботе и так далее. Часто мы считаем законы плохими. Но Библия не говорит, что закон плох. Библия учит нас тому, что по плоти мы не способны жить согласно требованиям закона. Господь сказал о требованиях закона вот что. «Если мы будем соблюдать весь закон, закон Моисея, то будем благословены. А если не будем, то будем прокляты». Проблема была не в законе. Павел говорит, что закон свят, духовен, праведен и благ. Проблема не в законе, а в нас. Мы по плоти не можем соответствовать требованиям закона. Павел также сказал, что закон добр, если употреблять его законно. А что это означает? Это означает, что мы не должны приходить к закону, как люди, пытающиеся заслужить благосклонность или праведность через него. Мы должны приходить к закону, осознавая, что закон Божий, как в Ветхом, так и в Новом Завете, это откровение Бога Отца о себе. Это откровение Бога о себе. Не нужно сливать ребенка с водой. Если мы не пытаемся стать праведными через закон, это не означает, что нужно выбросить закон, потому что закон содержит откровение Бога о себе. Господь использовал закон, чтобы защитить людей, проявить сострадание к незнакомцам. Закон защищал женщин, если муж бросал их. Закон Божий содержит откровение Хошема о себе. Мы приходим к закону не как люди, пытающиеся заслужить справедность через Него. Мы приходим к закону, осознавая, что это откровение Бога о себе. И когда мы принимаем Его принципы, то открываем канал для Бога Отца, чтобы излить себя нам через Его Сына. Например, Иисус сказал, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Иешуа сказал, «Любящий Меня соблюдет заповеди Мои». В Евангелии от Иоанна Иешуа сказал, «Любящий Меня соблюдет заповеди Мои, и Я открою себя этому человеку, и тогда мы с Отцом начнем жить в этом человеке». Иисус сказал, что когда мы будем соблюдать Его заповеди и любить друг друга, Он явит Себя нам, и Он с Отцом поселится в нас. А что происходит, когда мы соблюдаем Его заповеди, Его закон? Мы открываем канал, через который Он может явиться нам, почить в нас еще больше. Я хочу сказать вам, живущим в так называемые времена гиперблагодати, когда проповедуется Евангелие, не требующее ничего, это не Евангелие Иисуса. Ведь Евангелие Иисуса говорит, «Кто хочет быть Моим учеником, возьми свой крест, отвергни себя и следуй за Мной». Желающий сохранить свою жизнь потеряет ее, а потерявший свою жизнь ради Меня обретет ее. Иисус сказал, что если человек не возненавидит своего отца и мать, братьев и сестер, то не сможет стать его учеником. Человек должен отвергнуть все и последовать за Иисусом. «Настоящее Евангелие это не Евангелие, которое не требует ничего». Настоящее Евангелие говорит о том, что Иешуа умер на кресте, что любовь и благодать Божьи открылись всему миру. Нам лишь нужно увидеть, что это драгоценная жемчужина, и мы должны продать все, чтобы получить ее. И тогда мы следуем за ним. Суть в том, что в 102-м псалме мы видим, что Божие сострадание и милость открываются тем, кто соблюдает его завет. Давайте послушаем еще раз. Давид говорит в 17-м стихе «Милы же Господня от века и до века к боящимся его». А в 18-м стихе сказано так «Хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их». «Не ведитесь на Евангелие, которое не требует ничего». Если вы хотите получить благословение Хошема в своей жизни, то должны применить его указания на практике. Мы должны делать то, о чем говорил Иешуа. И мы должны изучать еврейскую Библию, брать из нее принципы, которые Бог желает применять в нашей жизни. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 13-й главе, что каждый книжник, а книжник — это тот, кто переписывал Тору, они знали Библию. «Каждый книжник, знающий еврейскую Библию, ставший моим учеником, станет похожим на хозяина, который сможет выносить старое и новое сокровище из своего имения». Иными словами, в еврейской Библии есть сокровище, применяя которые, мы приблизимся к Богу. А что произойдет, когда мы применим заповеди Иисуса и принципы Торы, Ветхого Завета, в нашей жизни сегодня? «Милость Господа придет на нашу жизнь». Давайте прочитаем еще раз. «Милы же Господня от века и до века к боящимся Его». Далее 18 стих. «Хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». И 19 стих. «Господь на небесах поставил престол Свой и царство Его всем обладает». Я хочу, чтобы в завершении вы задумались над тем, что Господь не только правит с небес, но, как говорит Давид, «Господь обладает всем». «Господь обладает землей». Вот почему прошлое — это его история. Бог здесь. Иногда кажется, что Он не здесь, потому что Он не является в полноте, но, поверьте, Он ближе к вам, чем вы можете представить. Он управляет всем». Дальше Давид говорит в 20 стихе «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь голосу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие воли Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа Моя Господа». Отец любит вас. Он так активно действует в вашей жизни, что когда вы однажды увидите всю картину, то будете в шоке. Некоторые из нас знают старый стих «Следы на песке». Там рассказывается о человеке, о человеке, который шел с Иисусом по жизни и однажды умер. И когда он умер, то оказался с Иисусом. Он посмотрел на свою жизнь и увидел, что в его жизни в основном было две пары следов. Одна пара следов была Его, а вторая Иисусом. Но в какие-то моменты его жизни оставалась лишь одна пара следов. И тогда он спросил Иисуса, а почему в определенные моменты жизни тебя не было со Мною? Почему в самые трудные моменты моей жизни была лишь одна пара следов? И тогда Иешуа сказал ему, эти следы Мои. Это были трудные времена твоей жизни, когда ты не мог идти, и тогда Я нес тебя. Когда мы осознаем, как близок Бог, как сильно Он любит нас, как активен Он, и сколько всего хорошего Он делает для нас, как Он прощает нас, приносит исцеление, дает судьбу на небе, возлюбленные. Когда мы осознаем Его любовь, то будет лишь одна реакция войти в состояние, которое показал нам Давид, когда сказал эти слова «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Я хочу бросить вам вызов этим стихом. Благословите Господа всей душой вашей, всем разумением вашим. Давайте ходить в духе благодарности всю нашу жизнь и благословлять нашего Хошема. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Завершим Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать стайну Христову. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» достигает Израиль и весь мир. Сегодняшний выпуск завершает цикл «Псалом 102. Сезон 2». Если вам понравился этот цикл и вы хотели бы приобрести его экземпляр, заходите на наш сайт. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнёром. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнёром в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение «Узнавая еврейского Иисуса» сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Шалом, возлюбленные! Я прочту из Евангелия от Марка, 12 главы, 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладёт деньги в сокровищницу». Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение «Узнавая еврейского Иисуса», то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7-ки. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.